МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город, приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. В Снежном плену из-за нечищенных улиц жители Канищева называют себя блокадниками. Ока Государева. Сегодня 300 лет образования российской прокуратуры. На страже порядка. В Росгвардии отметили работу рязанских журналистов. В Рязани продолжается Снежный Аврал. Дирекция благоустройства предоставила кадры ночной уборки. В темное время суток на городских дорогах работали 23 комбинированных дорожных машины, включая новые агрегаты. Снег вывозили 6 самосвалов и 36 грузовиков четырех подрядных организаций. Рязанская мэрия на своем сайте приводит цифры статистики. Итак, за минувшие сутки с городских улиц вывезли более 4,5 тысяч кубометров снега. На обработку дорог ушло около 400 кубометров пескосоляной смеси и 36 тонн реагента. Кроме того, на улицы вышли самосвалы, бульдозеры, грейдеры и другая спецтехника. Всего 85 единиц. А вот до некоторых участков города уборка снега не дошла. Местные жители частного сектора деревни Конещево обратились в нашу редакцию для того, чтобы на их дороге обратили внимание. По их словам, из-за снежных заносов дети не ходят в школу, скорую помощь приходится откапывать своими силами, а детские коляски приходится носить в прямом смысле на руках. Сегодня 12 января 2022 года. Мы в каком веке живем? В любых деревнях все прочищено замечательно. Мы где живем? В заброшенном Богом? Конищево? Молодая мама пытается проехать с ребенком на коляске по улице в деревне Конищево. Колеса застревают в снегу, женщина прикладывает большие усилия, чтобы пройти к цели, как и те жители, которые обратились к нам. Когда ребенок был маленький, я зимой не могла ходить до магазина. Муж работает допоздна, и, соответственно, я была отрезана от внешнего мира, потому что транспорт не ходит, дороги не чищены. Знаете, как мой сосед носит коляску? Вот так, с пятимесячным ребенком. Я это лично сама видела. Каждый божий день, чтобы отнести к бабушке, с дедушкой внуку, он носит коляску на руках. Не чищена, тротуара нет. В аптеку ходить не могу, у меня нет возможности, нет сейчас автомобиля. В аптеку пройти в магазин не могу, я просто отрезана от мира. Соседи, спасибо, помогают, что-то принесут, хреб. На заснеженных дорогах с проблемами сталкиваются и водители. Встречные машины разъехаться не могут, многие автомобили застревают. А еще совсем недавно пешеходы вручную вытаскивали машину скорой помощи, засевшую в снегу. В поселок Канищево забытый богом район. Живет 3000 жителей. О том, что нет Канищево в дорожной карте, мы с этим уже смирились, что дорог у нас нет. Но когда зимой, уже не первую зиму, не то что проехать, пройти нельзя. Освещения нет, дорог нет. Так нельзя. Это просто издевательство над дорогом. От заснеженной дороги страдают и самые юные жители деревни Канищево. Некоторые из них после каникул до сих пор не попали в школу. В школу мы не ходим, вот уже второй день, потому что мы не можем здесь проехать. Я пыталась, я застряла, меня, слава богу, спас КАМАЗ. И по итогу мы сидим дома. У кого есть автомобили, те вот пытаются, когда позволяет эта дорога, а у кого нет, дети ходят пешком. Мой сосед, вот ребенок, ему 9 лет, он ходит ежедневно вот по этим колдобинам, пытаясь дойти до школы. Нет, значит, разворачиваются, идут домой, обратно. Свет, это вообще я молчу. Даже летом ходишь гулять, возвращаешься, все темно, темным-темно, даже страшно идти. Один фонарь на всю улицу, автодорога занесена снегом, бордюра и тротуаров не видно. Каждый день люди прокладывают дороги и тропинки сами, буквально на ощупь. Но в этот раз кто-то из местных вызвал трактор. А еще если вы где-то увидите, вот почищено, это люди с лопатой. Как сами, как можно. Да, да, сами. Или кто-то нашел знакомого там тракториста. Какое-то безобразие. Люди живут, так же платят налоги, так же работают. Дети бедные эти вечно в снегу, в грязи. Вот смотрите, сейчас начнет таять тротуар. Вы видели забор, мимо которого идем? Сверху донизу идешь забрызг грязи. И тут не водители виноваты. Да, нет сливных этих вот, сливневки или как они называются. Наступает лето, думаем, что все, получше. Вот ливень посильнее прошел и вот там, где мы вас встретили, да, на том месте, там значит по колено, примерно по колено вот так, там вот воды и она не стекает. И образуется пробка, не могут никто проехать, потому что вода попадает, свечи заливает, все, машина встает. Между тем, жители деревни Канищево хотят видеть летом работающие ливневки, а зимой очищенные дороги и тротуары. У местных активистов есть некоторые предложения по решению вопросов. Желательно здесь вообще закольцевать дорогу. Здесь же есть вот участок детский, до памятника, и от памятника идет деревенская дорога на 10-ю, ну, то есть на больницу, на ОКБ. Хотя бы было одностороннее движение, люди бы ездили, и не было бы этих пробок. И ГАИ с комиссией приезжала, я сама лично с ними ездила, показывала вот эту возможность. Мы как раз этот вопрос поднимали. Они приехали, они все посмотрели, они сказали, что это возможно, но они же не занимаются устройством дорог. Они посмотрели с точки зрения ГАИ, что да, можно устроить такое движение. Пока закольцована только сама деревня Канищево. Здесь уже давно не ездят маршрутки, а вывозом мусора жители занимаются самостоятельно. Причем мы платим. У нас есть платежки. Мы платим за вывоз мусора, но площадок нет. Как говорят местные жители, в прошлом году из-за проблем с очисткой улиц они уже обращались в прокуратуру. Сейчас они готовы устроить даже митинг, если техника к ним так и не пробьется. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня день российской прокуратуры. Ровно 300 лет назад своим указом Петр I учредил надзорное ведомство. Первым генеральным прокурором России стал граф Павел Ягужинский. В архиве не сохранилось данных о назначении первого прокурора в Рязанском крае. Но мы точно знаем, что 13 июня 1729 года прокурором при Рязанской воеводской канцелярии состоял Алексей Иванов, сын Жолобова. То есть Алексей Иванович Жолобов. Вполне возможно, что он и был первым прокурором на Рязанской земле. Сегодня прокуратура – это, по сути, единая система федеральных органов, чьи полномочия не ограничены лишь надзором за исполнением законов. Всех сотрудников со знаменательной датой поздравил действующий прокурор Рязанской области Иван Панченко. Уважаемые коллеги, за свою трехсотлетнюю историю у нас были разные времена, но одно оставалось неизменным. Прокуратура всегда стояла на страже закона, защищая конституционные права граждан, интересы общества и государства. В нашем ведомстве всегда работали и работают люди, обладающие высоким профессионализмом, колоссальными знаниями, эрудицией, искренне радеющие за соблюдение законности. Позвольте мне от руководства прокуратуры и себя лично поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу. Управление Росгвардии региона подвело итоги совместной работы со СМИ за прошедший год. Силовики наградили представителей журналистского сообщества, которые активно освещали деятельность ведомства. Среди них были и сотрудники нашего телеканала. Накануне дня печати подведения итогов взаимодействия со СМИ от Управления Росгвардии уже стало традицией. Завтра, буквально 13 января, в России будет отмечаться ваш профессиональный праздник – День печати. Поэтому от всего коллектива хочу поздравить вас всех, кто трудится в различных направлениях, средств массовой информации. Спасибо за качественно объективные материалы о нашей деятельности. Росгвардия – ведомство открытое к сотрудничеству со средствами массовой информации. Широкое освещение получают учения, операции, осуществляемые сотрудниками. Мы очень долгое время, на протяжении всего года взаимодействовали с Росгвардией, снимали сюжеты и были как и на стрельбах, как и учебное взятие корабля. Мы все это снимали, освещали, очень надеялись, очень хотелось осветить все это правильно, грамотно, показать, какие ребята специалисты, какие они профессионалы. И вот она заслуга, что мы молодцы, сделали все правильно и хорошо. Мероприятия, проводимые Росгвардией, регулярно освещаются в эфире нашего телеканала. Благодарность за тесное взаимодействие получили корреспонденты Марина Романюк и Валерий Седов. С 1 января Пенсионный фонд России начал новые выплаты. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Причем никаких дополнительных заявлений писать не нужно, изменения и начисления произойдут автоматически. С 1 января этого года Пенсионный фонд начал предоставлять меры социальной поддержки. Раньше часть этого функционала выполняла соцзащита. Сейчас же неработающие граждане с детьми, лица, подвергшие воздействию радиации, инвалиды и другие граждане, получавшие услуги в Пенсионном фонде России, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Мы стали оказывать дополнительно 37 мер социальной поддержки гражданам Рязанской области. В основном, конечно, самая большая категория граждан – это чернобыльцы, порядка 70 тысяч человек. Раньше они получали эти меры в органах соцзащиты, а теперь по линии Пенсионного фонда. Соответственно, те меры, которые были установлены по линии соцзащиты, они сохраняются, мы просто продолжаем их выплачивать. А для вновь назначенных мы приглашаем в свои клиентские службы. Также, если неработающий получатель страховой пенсии со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве и постоянно проживающий на селе захотел переехать в город, то так называемые сельские выплаты сохранятся в полном объеме. В 2022 году размер такой доплаты составляет 1600 рублей, то есть 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. А еще с 1 июля прошлого года Пенсионный фонд России стал выплачивать два вида новых пособий. Родителям-одиночкам, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Одиноким родителям и женщинам, вставших на учет на ранних сроках беременности. Эти пособия положены семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум. Соответственно, доход одиноким родителям составляет 5667 рублей 50 копеек, и женщинам, вставшим на ранних сроках беременности на учет 6138 рублей. Еще одно новшество этого года – сертификат материнского капитала будет оформляться автоматически в личном кабинете на портале госуслуг. Таких сертификатов в нашем регионе выдали уже более 76 тысяч. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В конце декабря в Кораблинском районе открыли библиотеку нового поколения. Открытие библиотеки стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Всего в нашем регионе открыли 11 библиотек такого рода. Об открытии современной библиотеки Герман Гущин. В преддверии Нового года обновленная Пехлецкая сельская библиотека открыла свои двери для читателей. В Кораблинском районе это первая библиотека нового поколения. Реализация этого проекта стала возможным благодаря национальному проекту «Культура». Помещение библиотеки разделено на несколько зон. Установлены новые стеллажи. Закуплено более двух тысяч книг. Кстати сказать, старому книжному фонду тоже нашлось место. В этом селе открылась первая в Кораблинском районе библиотека нового поколения. И девятая библиотека в Рязанской области с начала реализации национального проекта «Культура». И это замечательное достижение нашей Рязанской области – подтверждение слаженной, ответственной и профессиональной работы всей региональной проектной команды. Начиная от сотрудников сельских библиотек, руководителей, администрации районов, проектного офиса, Рязанской области библиотеки, всей команды Министерства культуры. Модельные библиотеки теперь будут обучать компьютерной грамотности людей разных возрастов. Программно-аппаратный комплекс «Калибри-Лаб» – это развивающие упражнения и игры для юных читателей. А очки виртуальной реальности перенесут читателей в мир книжных героев. Современная библиотека, по сути, стала многофункциональным культурным центром. В 2019 году, когда посмотрели центральную библиотеку города Корблино, я так огорчилась, что, ну, к сожалению, будущего этого здания многих лет нет. Огорчилась. Но прошло время, и у нас Пехлецкая библиотека, которая построена, здание недавно построено. Соответственно, есть возможность попытаться принять участие в конкурсном отборе и эту библиотеку создать на базе Пехлецкой сельской библиотеки «Модельная». Пехлецкая библиотека, как рассчитывают местные власти, станет притяжением не только для любителей книг. В краеведческой зоне созданы все условия для музейной экспозиции, а также для создания базы краеведческого клуба «Живая нить». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова